Приветствую вас. Ну, для начала я бы, наверное, все-таки рекомендовал бы автоматериться, если вам так этого хочется. Вот, ничего такого прям уж плохого не произойдет, если вы автоматеритесь, если вы выплеснете какой-то вот негатив, который у вас сейчас есть. Вот, но вообще-то в той реакции, которую вы можете чувствовать, заложено, мне кажется, несколько больше. Мне кажется, что в той реакции, которую вы чувствуете, заложено еще и ваш потенциал. Потенциал к тому, чтобы почувствовать свою силу, почувствовать то, что вы живете, то, что вы откликаетесь на, ну, допустим, на какие-то события в вашей жизни. Ну, вот, это нормально, когда мы как-то реагируем, реагируем не всегда позитивно, естественно, естественно. Вот, и на мой взгляд, первое, что вам нужно, это позволить себе выразить, вот, собственно, ту реакцию, которая, ну, которую вам хочется выразить, что-то первое. Второе, на что хочу обратить внимание, я думаю, что для предоставления вам того, что вы хотите, да, а именно, вот, вопрос, чего вам не хватает, и так далее. Я думаю, что нужно с вами для этого поговорить, конечно, вот, потому что, ну, понятно, что сейчас у нас слишком мало информации, вот, чтобы дать вам ответ, вот. Я бы сказал, как будто бы вы себе не верите, как будто бы вы себя не верите, как будто бы вы считаете, что вот сами вы без помощи ничего не добьетесь, и как будто бы вам нужна помощь. Ага, безусловно, помощь это хорошо, безусловно, помощь это здорово, но у вас, судя по всему, речь идет не просто о помощи, у вас, судя по всему, речь идет о том, чтобы с этой помощи вы не выживете, а значит, вы не привыкли доверять себе, доверять своим желаниям, своим чувствам, вот. Больше концентрируетесь вы на внешних историях, возможно, больше вы концентрируетесь на других людях, вероятно, потому что, ну вот, перед вами изменились, да, по сути, и вы как бы простите, вот. То есть, что такое прощение, да, прощения ведь ничего плохого нет, прощения тоже нет. Хорошее, великодушное чувство, но не всегда, когда человек говорит о том, что он простил, речь, на самом деле, идет про прощение. На самом деле, часто здесь прощение, прощение, точнее, называется некое восстановление статуса кво, когда вы считаете, что он с вами обошлись, например, несправедливо, вот, вы считаете, что он с вами обошлись плохо, вот, и когда человек извиняется, говорит, что он был неправ, неправ, статус этот восстанавливается, вот, но что происходит по факту? По факту происходит то, что вы доверяете управлению своей жизнью здесь, другому человеку. То есть, от другого человека зависит то, как вы будете к себе относиться. От другого человека зависит, как вы будете себя воспринимать. От другого человека зависит, будете ли вы хорошо себя чувствовать или, допустим, нет. Это важный момент, потому что, как будто бы вы сами ни на что не влияете, как будто бы. В своей жизни, в своей жизни, как будто бы вы ни на что не влияете, а целиком и полностью зависит от других людей. Вот, предложенная вам помощь. Вот, это просто, как мне кажется, в какой-то степени элементарная невнимательность к себе, к своим приоритетам, вот, элементарная невнимательность к своим ценностям, которые у вас есть. Как мне кажется. Вот. Я, в принципе, отдаю себе отчет в том, что, ну, что вы можете быть не согласны с этим, можете не согласны быть, с тем, что я говорю и... И это полное ваше право, ваше право быть не согласны с этим, но, тем не менее, выглядит это вот так. Почему так происходит, что вы чувствуете себя стакентой и словно голодный человек бросаетесь на какое-то вот, ну, хорошее, может быть, отношение к вам и так далее? В некотором роде из дефицита собственного. А в некоторой степени, возможно, из допущения того факта, что вам могут, а может быть и должны помочь просто так. То есть у человека всегда есть свой интерес в том, что он делает. Этот интерес может быть разным, он не обязательно связан с деньгами. Но человек, как правило, его максимально все-таки в случае, если этот интерес для него важен, человек его, как правило, все-таки может сформулировать. Вот, вам нужно обращать внимание на интерес другого человека. Вы на это внимание не обращаете, вероятно, но допускаете, что, ну, просто захотел помочь, а, все круто, как бы здорово, помог. И связано это с тем, что, вероятно, вы также относитесь и к себе, к своему интересу. То есть, то есть, не обращая внимания и не продавая отношения, а может быть, может быть, может быть, даже в какой-то степени обесценивая, обесценивая свой адрес, вы тоже самое делаете и по отношению к другим людям. Вот, поэтому, чем больше вы будете ценить свой интерес, тем больше вы будете видеть и чувствовать интерес других людей. Тем больше для вас это будет иметь значение. Когда мы ценим свое время, когда мы ценим свои интересы, когда мы ценим свои чувства, мы ценим все то же самое у других людей. Вот, и как бы если вы допускаете, что человек может легко, ну, достаточно легко измениться, если вы допускаете, что человек может достаточно легко, ну, отказаться от своих ценностей, от своих векторов, которыми он направлялся еще совсем недавно, то вы точно такое же допускаете и в отношении себя. То есть, по сути, вы говорите про, ну, в какой-то степени, наверное, отсутствие у себя четкой позиции. Вот, то есть, отсутствие у вас приводит, может приводить к тому, что вы допускаете, что и другой человек может достаточно легко свое мнение поменять. Вот, а это не так, это, как правило, признак, ну, такой неуверенности, признак тревожности, признак какой-то такой вот напряженности внутренней. И, соответственно, вероятно, здесь вы говорите как раз про себя. Вот, и, собственно, вам нужно, ну, по крайней мере, желательно, мне кажется, подобные моменты в себе постараться отследить. Вот, где я себя предаю, где я больше фиксируюсь на других людях, а не на себе, например. Вот, где я, ну, как бы, обхожу внимание себя. Вот, где я слушаю себя, где я слушаю других, а не на себя. Вот, и, соответственно, вы достаточно быстро придете к тому, что, ну, я надеюсь, что вы достаточно быстро придете к тому, что, когда больше внимания уделяется своей активности, больше внимания уделяется своим переживаниям, больше внимания уделяется тому, что хочется вам, например. Вот, что, в общем-то, немножко по-другому начинает сейчас относиться к людям. Вот, это только на первый взгляд кажется, что, ну, что имеет место быть, вот, какой-то эгоизм, да, имеет место быть какой-то, вот, ну, какое-то потребительское отношение. Ну, на самом деле, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, вы бы в такой ситуации не оказались, в такой ситуации не оказались. Вот, с другой стороны, есть, как мне кажется, важный момент в том, что, безусловно, вам всего-то, всего-то может не хватать. Вот, вам может не хватать какого-то общения, вам может не хватать, ну, какой-то активности, вам может не хватать реализации, вам может не хватать наполненности в жизни. Вот, и, соответственно, на мой взгляд, здесь тоже нужно подбирать такой, ну, хороший, может быть, подходящий для вас способ, способ это реализовывать. Вот, не через, не такими способами, какие используете вы, как мне кажется, по крайней мере, потому что такие способы, которые используете вы, ну, на мой взгляд, они достаточно деструктивные и делают вас уязвимыми. Вот, в какой-то степени. Вот, и, соответственно, защита своих личных границ, да, внимательность, точнее, к своим личным границам, очень важна. Если не уделяешь этому внимания, то, ну, вот, собственно, будет получаться то, что получается, к сожалению, неоднократно. Вот, только с каждым разом вы будете, вероятно, подходить к этому вопросу, ну, с такой позицией, что вот опять со мной так поступили, вот опять я там угодила куда-то. Вот, и хотелось бы, конечно, ну, максимально как-то вас от этого оградить по возможности, чтобы в такую ловушку вы не попали. Вот, потому что сейчас, мне кажется, вы уже в какой-то степени приближаетесь, потому что, чтобы вот в подобную ловушку угодить, у вас уже начинаются такие мысли, да. За что мне это, почему я вот в такой ситуации оказался, ну, и так далее. Вот, как бы это, с одной стороны, естественно, потому что вы переживаете определенные негативные, ну, определенные негативные чувства, да. Вот, с другой стороны, то, что вы говорите, да, например, допустим, помогите мне там понять, почему я вот тут, ну, в такой ситуации оказался, да. И вы же мало информации о себе предоставили. То, что, например, я сказал, это по большому счету общий фраз. Вот, это может быть провал, может быть провал, а может быть и нет, а может быть, может быть я попал в точку, когда говорил все это, а может быть нет. И вот в этом есть, как мне кажется, довольно негативная сторона, потому что много приходится додумываться, много в какой-то степени приходится гадать. Я бы не сказал, что мы, психологи, любим этим заниматься. Я бы сказал, что очень это неблагодарная история, неблагодарная для них заниматься гаданием. Поэтому все-таки есть, мне кажется, эзотерики, которые вполне могут этим заниматься, более профессионально. Вот, ну и последнее, о чем хочется сказать, то, что я не очень понял связи между анализами врачом и помощью вам в поступлении университета. То есть, как это связано, не очень понятно. Вот. Даже если вы хотите поступить на медицинский к примеру, то есть, что вот причина следственной связи несколько здесь хромает, как мне кажется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...